Регина Симоненко – одна из тех, благодаря кому стало возможным существование музея, посвященного истории Брестской городской еврейской общины, начиная с 1920-х годов. Она непосредственно участвовала в его создании, а её отец передал часть материалов для экспозиции из своих личных архивов. Здесь собраны материалы о довоенной жизни евреев Бреста, о страшном периоде Холокоста и о том, чем живёт сегодня еврейская община нашего города. Идея создания музея принадлежит Аркадию Бляхеру. Он был в своё время председателем общины в своё время. Он первый создал выставку «Евреи Бреста». И на основании этой выставки, когда мы получили это помещение, начал создаваться музей. Значит, материалы здесь абсолютно самые разные. Это архивные, в первую очередь, которые находятся в Брестском властном архиве. Есть экспонаты, которые приносили нам жители Бреста, за что им большое спасибо. На данный момент в музее более 120 экспонатов. Здесь и воссозданы макеты различных зданий, принадлежавших еврейской общине, предмет быта и религиозного назначения. Есть и немые свидетели Холокоста, фотографии и личные вещи узников лагерей гетто. Вот, например, очки принесла женщина много лет назад вместе с этой очечницей и рассказала историю, что когда расстреляли гетто, и, в принципе, дома были пустые, её отец, будучи тогда ещё просто мальчишкой, они ходили по этим местам, ну, какие-то вещицы брали себе. Декор для Торы попал к нам тоже очень, всё очень неожиданно. Строился дом, рыли котлован для фундамента. А строительные вот эти все вещи свозились в район гаражей, там на зелёной, и просто сбрасывались. И в это время, в это время, это же надо было, чтобы так было, там находился один из владельцев гаража, и он увидел вот в этом мусоре вот эти атрибутики для Тора. Такой плиткой с шестиконечной звездой были выложены полы в одной из брестских больниц, а это проект ныне действующей аптеки-музея по улице Советской, которая принадлежала супругам Гринбергам, не избежавших участий лагерей гетто. Многие экспонаты вернулись на родину через выходцев из Бреста, ныне живущих за границей. Эта Тора принадлежит нашей общине. Она была написана в 1936 году в Риге. Когда началась война, её вывезли в Германию. Но когда война закончилась, она оказалась в Германии в американской зоне. И американцы вывезли её в штат Нью-Джерси. И в 2005 году из штата Нью-Джерси её привезли и передали в брестско-еврейское общение. Практически каждый знает о страшной странице истории Холокоста. Однако далеко не все слышали о прекрасном небольшом музее по улице Гоголя в Бресте. Музей сегодня ждёт тех, кому небезразлична история нашего города. Ждёт и новых экспонатов, которые наверняка есть в личных архивах брещан.